Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика». О главных новостях прямо сейчас. На утро 15 апреля в Чувашии 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев закрыл ли посещение религиозные объекты всех конфессий и кладбища? С 14 апреля и до особого распоряжения в Чувашии запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний с большим количеством людей. Жителям республики нельзя посещать церкви и часовни. Вход разрешен только священнослужителям. Также для посещения временно закрыты все кладбища на территории Чувашской республики. А на погребениях и похоронах могут присутствовать только близкие родственники. Эти меры вынуждены, так как в вербное воскресенье во многих храмах республики, несмотря на все рекомендации, было много людей. Пасхальное богослужение Спокровска-Татьянинского собора Чебоксара можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Оставайтесь дома. Вчера в Москве в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция по итогам деятельности российского антидопингового агентства за 2019 год. Одной из тем стало обсуждение возможного нарушения правил спортсменами и персоналом в одном из спортивных училих Чувашии. Тогда Русада зафиксировала более 60 случаев. Напомним, это случилось в июне прошлого года. Кабинет министров создал тогда независимую рабочую группу для выяснения всех обстоятельств. Важно было разобраться со сложившейся ситуацией, выработать некую дорожную карту по проведению состояния антидопинговой работы в республике в соответствии с требованиями. В соответствии с ней запущена программа по повышению квалификации медицинских работников на тему антидопинговых правил, усилен контроль за порядком назначения и учетом лекарственных препаратов, выписываемых спортсменам. Проведена аттестация врачей по спортивной медицине. Специалисты Русада провели цикл образовательных семинаров для спортсменов, тренеров и персонала спортсменов. В руководящем составе медицинского и спортивных учреждений произошли изменения. Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства планирует провести первое слушание по делу о нарушении антидопинговых правил в Чувашии в апреле. Об этом сообщила на онлайн-конференции заместитель генерального директора Русада Маргарита Пахноцкая. Русада Маргарита Пахноцкая С момента начатия программы, реализации программы с 2012 года в Канадском районе также активно участвует Канадский район в этих программах. Наши фермеры, малые фермеры активно участвовали. Из них 22 фермера получили государственную поддержку по разным направлениям. Мы сейчас находимся в одном из этих хозяйств, которые одно направление, это овцеводство, которое активно занимается и дает хорошие результаты. Наши фермеры приняли активную участие в прошлом году. Это 4 фермера, 3 фермера начинающие, также один фермер семейный и также один кооператив «Мель Лотус» по направлению, также первой республики по направлению производства меда. Также один семейник строит ферму на 100 голов. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 14.00. До встречи!